Всем привет! Итак, в седьмом туре я играл белыми против Романа Кезина чемпиона России по быстрым шахматам ну, такого серьезного противника и было принято решение сыграть с ним Д4. На мемориале Шушарина я вышел с ним в соцеляночку имел хорошие шансы на победу но пропустил момент для такого серьезного тычка и партию проиграл что, впрочем, не помешало мне хорошо выступить здесь я решил выйти в каталон, несмотря на то, что Роман сам играет эти варианты белыми кстати, посмотрите, наконец-то сейчас нет туч над сопками сзади очень даже красивый вид в закрытом каталоне я подготовил ход Ферзь С1 и вот это ну, плюс-минус теория хотя здесь Ферзь С2 считается более точным тем не менее у нас получилась перестановка ходов вроде как на А3 Конь Е4 немедленная чуточку сильнее чем А6 поэтому стоило начать с Ферзь С2 вот но вот эта позиция после 12 ходов после 12 хода белок является такой относительно свежей всего 5 партий в базе я нашел и в то же время достаточно важной трижды здесь играли Ферзь А5 один раз Конь Е4 и один раз Конь H5 ну, как бы основной ход Конь Е4 и там очень сложная интересная борьба несмотря на то что Ферзь А5 самый популярный вот Роман сделал полезный ход Ладья Е8 и дальше началась такая очень сложная понеслась борьба но белым пора делать какой-то ход ставить Коня на Д2 не очень хотелось кстати, может быть и зря Конь Д2 не очень хотелось из-за того, что у черных есть А Ж5 с идеей на Слон Е3 Конь Ж4 и как-то без Слона Е3 здесь может не очень хорошо оказаться Б из-за Конь H5 Слон Е3 и Слон на Е3 как-то стоит опять же не лучшим образом правда и Ладья на Е8 для того, чтобы играть Е5 расположена неудачно то есть вот эта позиция я уверен, что должна быть у белых получше ну или даже Конь Б1 здесь с идеей Слон Д2 Слон Б4 или Конь С3 Конь Б5 вот то есть может быть стоило бы сыграть Конь Д2 но мне понравился такой вариант я опять насчитал ну сделал вид что все посчитал здесь конечно принципиальный ход Е4 с идеей на Б5 может быть Д5 ответить а может быть пока не спешить у белых есть еще куча полезных ходов я сыграл Конь Д2 потому что здесь хода Б5 у черных нету Слон Ж2 заработал и им приходится ставить коня на странное поле Б6 и после Е4 у черных очевиднейшая проблема с ходами С5 не пойдешь из-за Д5 ну не хочется ходить вернее как из-за Д5 так и из-за ДЦ и на слон бьет С5 конь бьет С4 выглядит достаточно неприятным для черных да ДЦ наверное сильнее давайте покажу что вот сейчас конь бьет С4 грозит то есть ладья выскочила очень удачно расположена на Д1 вот но последовал ход слон Д7 то есть когда я подобную игру вижу лиц на Лечесе на Ческоме мне кажется что черные делают что-то не то но здесь опытный шахматист на самом деле он просто перекрыл линию Д слоном и готовит С5 а ферзь у него готов выскочить на С8 чтобы после размена ухода с доски пешки Е6 слон выскочил вообще на Ф5 и попал на Д3 вялый ход Х3 принципиально конечно же здесь конь Ф3 но это надо будет все еще изучать кроме конь Ф3 есть интересные ходы другие например конь Е2 конь А2 слон Ф1 то есть здесь мне предстоит разбираться очень серьезно после турнира в общем я сыграл Аш3 С5 конь Ф3 и вот в этот момент убил очень много времени но не рискнул пойти ладья АД1 я не пошел я не пошел так потому что мне казалось что если черные не бьют ладью то я вроде как ничем особо не пригрозил но на деле нет на деле черным не так просто заищаться то есть то есть и конь Е5 и слон Д6 и слон Е5 например на ферзь С8 вот а после слон Д4 ладья Д4 появляется вообще идея ферзь Д2 слон бьет А6 Е5 в общем у белых вот из-за коня Б6 неудачного из-за связанного слона Д7 у белых возникает очень неплохая компенсация на мой взгляд за качество и я например после партии жалел то есть мы немножко поразбирали с Романом вот я немножко ну где-то пожалел что не стал ходить ладья Д1 но после ладья Д2 ферзь Е7 худшие для черных позади где-то они пограживают уже конь Аш5 сыграть поэтому Ж4 это такой защитный ход от конь Аш5 ладья Д8 слон С7 ладья С8 но я усилил позицию слона перевел на Ж3 и если честно считал что логичной должна быть ничья после ладья Д8 слон С7 ну правда на ладья Д8 здесь у меня еще Е5 есть ход с идеей слона на Аш4 метнуть вот но последовало слон С6 то есть тоже такой тонкий ход теперь хода слон С7 у белых нет и поэтому черные грозят уже сыграть ладья Д8 поэтому на слона надо нападать и после слона Е8 снова черные хотят сыграть ладья Д8 и начать размину у них все-таки лишняя пешка ну и я решил что пора фиксировать ничью но Роман оказался более боевым он пошел коня Ш7 ход очень интересный но теперь конь ушел от поля Д5 и белые захватывают пространство Е5 правда ослабляют большую диагональ теперь чтобы конь на Ж5 не попал Аш4 то есть еще одна активная профилактика то есть белые профилактические ходы делают Ж4 Аш4 я думаю Марк Израевич Дворецкий был бы доволен у него во второй книжке по-моему у него была серия целая школы серия книжек и во второй книжке разбиралась профилактика что она бывает активная Ладья Д1 но правда это еще прошлый век то есть 90 какой там 7-8 год так навскидку и не вспомню 6-й то есть когда она вышла вот ну и после Ладья бьет Д2 слона С6 надо выменивать здесь тоже у черных кроме хода Кони Ф8 но принципиальным было Ферз С7 или Ферз Е8 то есть Ферзя на большую диагональ поставить мы пришли к выводу что белые здесь все-таки отыгрывают пешку и получают достаточно удобную игру хотя хотя все-таки пешку еще нужно отыграть но после Кони Ф8 Ферз Е4 пешку С4 уже толком не защитить так как если сыграть Ферз С7 то после Кони Бьет С4 слон Ф2 Кони Б6 висит слон на Ф2 висит ладья на А8 белая пешку отыграли и сейчас их коль пойдет на Д6 король за выдвинутыми вперед пешками и слоником чувствует себя в полной безопасности и если у кого-то кому-то и надо здесь делать ничью то это скорее черным вот ну поэтому Роман сыграл ладья Д8 и предложил ничью я согласился ввиду того что вот в варианте конь С4 ладья Д1 конь Д1 конь Д5 оснований ну конь Д1 подрезан играть на победу я в общем не увидел кажется что надо ходить конь Е3 но неважно наверное каким конем все равно черные должны два раза срубить и вот эта позиция она может казаться что у белых похуже на самом деле конечно это не так сейчас слон перейдет на С3 пешка встанет на H5 и в общем черным до белого короля точно не добраться а слон он все держит и в случае размена ферзей белый король все таки ближе к черным пешкам это их точно страхует от поражения вот поэтому я принял предложение ничьей в общем вот еще раз посмотрите какая красота у меня за окном такие маленькие маленькие горы сопки всем спасибо спасибо